Дорожники использовали около 500 тонн песчано-соляной смеси. На борьбу со стихией было брошено более 20 единиц специализированной техники. По распоряжению городского головы проводится круглосуточное зимнее дежурство, в котором задействована техника как коммунальных, так и частных предприятий. В непогоду работало 12 единиц техники «Автодора», 6 единиц техники «ГУЖКХ». В Александровке работало те же коммунальные предприятия «ГУЖКХ», «Автодора», «Бастиона». В Малой долине это фирма «Строитель» и «Хайрейс Констракшнс». В Бурлачей балке работали репорт и техника фирмы «Лиман». В связи с ухудшением погодных условий были введены ограничения для движения на автотрассах в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях. По состоянию на 10 число сотрудниками области совместно с другими службами по взаимодействию было спасено из снеговых заметов более 1900 человек, вытянуто из снега более 900 машин и ликвидировано более 13 масштабных заторов. Также остается утрудненное движение по трассам Одесса-Рени и Одесса-Кучеруганы. К счастью, в нашем городе обошлось без серьезных происшествий. За время снегопадов сотрудники Черноморского городского отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям выезжали всего лишь один раз в село Молодежное, где из снеговых заметов мы освобождали автомобиль. Больше сообщений о каких-то либо чрезвычайных ситуациях на пульт связи пожарного подразделения не поступало. На сегодняшний день работы по ликвидации последствий снегопада в нашем городе продолжаются. Однако жителям Черноморска необходимо готовиться к очередным погодным сюрпризам. Ведь 11 января в Одесской области вновь объявлено штормовое предупреждение. В частности, ночью и в первой половине дня ожидается снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Спасатели Черноморска призывают горожан в это время ограничить поездки как по городу, так и за его пределами. Продолжение следует...